Мы жили в доме, ребят, семейной пары, молодой, это брат человека, которого я видел один раз в жизни, три года назад в Киеве. Я не знаю, как он меня запомнил вообще, я ему перед поездкой за месяц написал, говорю, Давид, если помнишь, можно к вам поехать? Да, пожалуйста, приезжайте, ключи в коляске детской, живите. Я не представляю, чтобы такое было в Одессе, кто-то из братьев, сестер приехал, кого бы мы знали один раз в жизни, видели, и нам бы дали, открыли свою квартиру, живите, ключи обратно положите, и можете быть свободны. И поэтому это тоже было большое благословение, и для нас большой пример гостеприимства и благословения братьев и сестер. Аминь. Мы хорошо съездили очень, слава Богу, за то, что мы съездили, и я не знаю, кто зачем ехал, но у меня были определенные вопросы, когда я туда ехал, к Богу. И, ну, если кому-то не хватает чудес, я вам могу сказать, посмотрите по сторонам просто. Не надо ждать чего-то такого одного большого и мега такое, чтобы аж открылись небеса и что-то спустилось. А вообще самое главное, все, что я увидел в этой поездке, это то, что мы можем иметь общение с нами, верующими и с Богом вместе взято, гораздо круче, чем то, что может нам предложить мир сегодняшний день. Как бы даже искать не стоит, это в сравнение ни в какое не входит. Так что ищите, общайтесь друг с другом побольше, могу вам сказать только. Побольше, почаще и получше. Я очень рад за поездку, вообще рад за каждую минуту, проведенную там, особенно то, что не спал. Все. Да, бессонница – это такая хорошая часть поездки была. Из того, что не рассказал Кирилл, что очень понравилось и запомнилось, это когда мы 1 числа поехали на гору подниматься, там, где были в прошлом году ребята. В общем, мы поднялись на какое-то количество метров, сколько смогли, а потом остановились помолиться. И, в общем, такой непривычной молитвой Кирилл предложил помолиться за какую-то одну самую главную мечту, которая действительно между нами и Богом. И мне это очень понравилось, потому что это вот был шанс, скажем так, задать вопрос, ну, там, не Богу, не кому-то, а действительно спросить у самого себя, чего ты хочешь. То есть это были такие, там, 20-30 минут, скажем так, путешествия внутри себя, и это было классно. Ну, хочу сказать, как бы, ну, Кирилл уже сказал, что самая главная цель нашей поездки – это было, ну, пообщаться, как бы, узнать друг друга поближе. И на самом деле это было очень, как бы, заметно и круто, потому что Бог, Он, как бы, на самом деле всегда был с нами, Его рука была над нами, как бы. И отношения, вот конкретно у меня, практически со всеми, кто был, намного-намного стали ближе, интереснее. И было очень много таких ситуаций, когда нам, ну, были какие-то немножко неприятные, может быть, или стрессовые моменты. Ну, не в отношениях, а вообще, как бы, допустим, та же, как бы, авария, въезд в забор или еще что-то, или то, что мы встречали Новый год в экстремальных ситуациях, как бы, мы как-то сплоченнее стали. Даже то, что мы в пятером спали на заднем сидении, мы, как бы, друг на друга каждый опирался, и уже из-за этого мы стали как-то все ближе. На самом деле, да, Бог чудеса такие творил, и на границе у нас без паспортов пропускали, и потому что мы верующие. Каждый раз мы… Женя приводил аргумент, что мы верующие нас пропускали, ну, как куда, в Венгру или куда мы там? Да, короче, нас везде пропускали, да и везде нас тоже отпускали, потому что мы верующие, как говорил Женя. У нас, короче, какой-то блат прям был. Вот, и еще хочу рассказать за то, что когда мы, ну, пришли к баптистам, они были такие все прям аж, ну, так нас расспрашивали про общину и все, и мы рассказывали, и как-то было видно, они мне, короче, сказали, ну, евреи, это же крутой народ, это же Божий, Бог же знает, какой народ, типа, надо, ну, любить и, как бы, принимать, поэтому они были так настолько открыты, гостеприимны, и все, как бы. Ну, вообще, очень все понравилось, все было сполна, Бог везде был с нами, прикасался, ребята каждый день получали какие-то откровения, что-то все время от Бога приходило, какие-то слова, просто я уверена, что это была именно Божья поездка, и воля была, чтобы мы туда поехали. Вот так. Да, я еще хочу добавить по поводу, вот, мы верующие, это фантастика была, я даже до такого не додумался, честно. Останавливает нас ГАИ, ну, чуть-чуть превысили, там, допустим, скорость где-то на 5 километров, ну, в населенный пункт мы въехали, просто пересекли знак и не успели чуть-чуть сбросить скорость. Женя выбегает быстро к ГАИшнику и говорит, вы извините, мы верующие едем в церковь, опаздываем просто. Все, езжайте. Почему? Почему? Хотелось вернуть, спросить, почему? Потом подъезжаем, там, получается, приграничная зона. Мы везде были в приграничных зонах, то с Румынией, то с Венгрией, то с Словакией. Жили мы прямо на границе с Румынией, получается, там, следующая гора, это уже Румыния. Вот, и, значит, едем, приграничная зона, с какой границы, непонятно. То есть, как-то шлагбаум стоит только в одну сторону, оттуда, как бы, это уже не приграничная зона, а вот по правой стороне, это именно приграничная зона. Ну, и это стоят пограничники паспорта. У нас один человек не взял паспорт. Что делать? Сначала такие, ну, 50 евро и проезжайте. Женя потом вспомнил предыдущий случай с ГАИшником. Выходит, говорит, а, знаете, я забыл вам сказать, мы же верующие едем, к верующим. Проезжайте. Ну, я не знаю, прошло бы такое вот здесь, но там это, конечно, ну, я имею в виду там, где в Одесской области, вот так еще. Потому что там, действительно, в воскресенье все закрыто, все в церквях. Ну, да, но это было, конечно, феноменальный этот самый, как это, пароль. Поэтому, если вдруг что, вы запомните. Да, что вы верующие, не забывайте. Интересно, правда, он не спрашивал, во что мы верим, но ладно уже. Не будем ему подсказывать. Да. Ну, слава Богу, спасибо вам еще раз большое. И слава Господу, действительно, за все, что Он делал для нас. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова